Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю на уровне сложности Божество проходить свежий аддон Gathering Storm к игре Сидмерс Цивилизейшн 6. Играю за Османскую Империю, и если вы смотрите не с самого начала, то лучше перейдите к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Но я продолжу, у нас тут тяжелые бои с скифами, конечно, очень сложно, потому что у них постоянно новые юниты в двойном размере. Я подговорил хотя бы Александра напасть тоже, но я особо не верю, если он планирует с лучниками нападать, то, конечно, у меня для него плохие новости. Ну, вот я только пока вижу какого-то одного лучика, который пройдет, и копейщика. Давайте посмотрим по силе. Все еще впереди скифы. О, Дидона, тысяча... А, ну, скифы впереди, потому что они захватили столицу Персии. Тысяча триста у Дидоны. Так, на минуточку. Ну, я, кстати, по силе уже догнал скифов. Надеюсь, Александр тут как-то впряжется. Все-таки мы попилим беднягу Тамирис. Так, тут я разграбил лошадей. И, наверное, стоит убежать пока. И попробуйте вообще вот на Солоху нападать с этой стороны. Давайте здесь в очередь ставим катапульты. Так, следующим годом Ибрагим сядет в город. Ну, надо, наверное, катапульты выводить. Таки. Рыцаря надо будет прятать. Так. Давайте думать, как тут лучше поступить. Надо вот этого попробовать убить. Отлично. Дальше убиваем этого парня. Рыцаря прячем. И следующим ходом я как раз не могу сейчас обстреливать, но следующим ходом катапульты могут начать выдавать какой там бонус будет от Ибрагима. Я же его прокачал еще. Плюс 10 к боевой мощи при атаке защищенного района. Вот так вот. Слушайте, ну вообще для сетевой игры я усмотрю, что очень очень Турция серьезная. Ведь я думаю, ее точно будут банить. Это просто, ну очень мощные. Ага, тут. Или вывести? Нет, давайте пока не буду. Так. Могу апнуть. Давайте наверх. Блин. Как нам лучше сделать? Ну тут обработаем камень. Видите? Обходят. Я боюсь, что ну арбалета точно убьют. Правда, тут есть арбалет. То есть к тому, что сила сила обстрелов городов уже не изменится. Сколько еще у Финикии городов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А на самом деле раз, два, три, четыре. А, так все. Я все города Финикии вижу. Надо можно возвращаться, наверное. Или пойти сюда. Нет, ну арбалетом я бы вернулся. Мне бы скаутом вот тут следующим ходом апнуться. Так. Дальше. Здесь пока берем повышение. от дальнобойных атак. у нас что? Развлекательный комплекс. Подходим к городу. Ну что? Эту тяжелую колесницу апгрейдим или эту? Ну тут я еще не скоро буду такой. Тут продолжаю патапульту строить пять ходов. Так. А бегал он куда раньше? Не пойму. А, ну он бегал во внутреннем городах. Давайте в москве или в библ. О, в библ. В библ точно. Отличненько. Ну с золотом я разобрался, слава богу. Золото у меня течет. вот тут вопрос. Мне стоит обстреливать или лучше отходить? Если я буду обстреливать, наверное, мне все-таки этот арбалет убьют. Ладно. Не будем. Так, тут надо стоять. Или отойти, слушайте, вот сюда. Что я тут буду стоять? Здесь он может только городом. Тут еще лучники? Да, давайте тут встанем. Этим лучникам еще подходить надо. Нормально. Так, идем к катапутой. Черепашки обработаны. Давайте вон тех еще обработаем черепашек. А, нельзя. Блин, на рифе, ну как могли черепахи на рифе появиться и их невозможно обработать? Ну это что это за генерация карты? Все-таки с генерацией карты тут вопросы большие у меня. Так, пропустим ход. По-моему тут фераксис ничего не поправили. Ремонтируем хлопок. этого тогда сюда производство. Сколько у нас еще времени? Пять ходов. Лян сколько едет? Еще три хода. У меня оставшиеся два хода надо будет обязательно рабочих покупать. пирамиды дают вообще везде? Все строители могут на одно улучшение больше. Надо бы сейчас уже строителей покупать. Где мне надо что-то быстро обработать много? В Анкаре? Трабзоне? Наверное в столице давайте в столице купим. Так в кони и купим. Потому что у меня еще пять ходов строители могут быстро бегать. надо быстро что-то делать. Тут конечно жалко что лян не могу использовать. Но что поделать? Давайте в бурсе еще купим. Что у меня стоит? Карточка на оде нет не стоит. У меня тут на эти стоит. что поделать? Кемерия найдена. Так еще верберских пиратов не хочу. следующий этап разведчиков. Давайте продолжим катапульты. Ну что убьют мне этого арбалета? Как видите уже как-то армии поменьше стало. Так он хочет черепах а даст мне хлоп нафига мне хлоп у меня есть хлопок. не чувак это как-то не интересно так ну давай то вот будет тамирис и так да убьет нет фуф отлично блин ну центр города обстреливать только катапульты я не знаю как мне обстреливать центр города чтобы он не убил катапульту при этом но мне надо снять стены и тогда он не будет меня обстреливать правильно? так здесь видимо убьем ну что это за говнище ну показываешь полную ай бля ну это какая-то вот что вы ну поправьте вы это господи ну вот смотрите я не убил не потому что я не убил пикинера не это не это меня подгорает а потому что у меня рыцарь отсюда не ушел и потерял ход и потерял ход я не могу сюда катапульту выдвинуть ну показывает полностью убивается юнит какого хера сколько у него осталось один хитпоинт блин этот глюк длится уже хрен знает с какого времени один хитпоинт добивай как хочешь что за говно я официально спрашиваю фераксис что за говно фераксис так скауты я могу апнуть могу дальше могу апнуть все у меня по-моему все колесницы официально рыцари дойду поближе не могу и эту катапульту убьют следующим ходом нормально я считаю что это ненормально так и чиним тут янтарь обработан да холмы производства нету вообще поэтому я стараюсь по максимуму тут что-то выжать из производства тут я ничего не могу сделать а еще кофе у нас ну тут кофе есть давайте вообще думать ну вот тут производство давайте туда пойду буду эти клетки покупать как по-другому блин ты тут долго стоять будешь мне будет туда пройти нет пикинеры какие-то идут поселенец куда-то тоже идет так обработаны черепаха давайте обработаем крабиков темпломайор строится пойдемте зулусов найдем слушайте они там уже воевали с зулусами причем ацтеки даже какой-то один город захватили если мне не изменяет память нангому а даже два города даже два города слушайте там ацтеки нехило так потрепали зулуса блин а что это за армия тут которая не дает мне проплыть поплыву обратно пока убью в катапульту ну так канада как насчет открытых границ там вот это вот все сетью требования требуют дипломатического влияния какого-то ну не хочешь просто так принимать какая а дружба не хочешь нет в хоккей играли вместе это вот все засуха завершилась виктор выдерина ибраим вурфе ну сейчас сильно довольно катапульта лупануло я видел я видел катапульта лупануло ну ничего повышение уменьшает претензии правителя к вам на одну единицу заход если находится в столице его государства все-таки эти претензии интересно как-то в сетевой игре вообще могут использоваться камень камень сделали давайте овечек наверное обработаю я даже ничего не вырубаю потому что ну тупо о железо я его как-то вообще пропустил ну вот сейчас мне уже железо не особо давайте пройдемся опять по может кому лошадей нужно ну по-моему у всех лошадей дофига да что лошадей что железо достаточно зато когда теперь будет видно кто апнулся о смотрите а у него 30 может это какая-то способность которая повышает количество вот у канадца только что было 30 железо и лошадей а походу лошади не котируется в этой игре у всех все есть а жаль ну что скифия ну тут вроде сейчас ну только катапульта убьет ну блин инки объявляют войну риму артуть дает ну почему нет а черепах не хочет да а можно как-то меньше например ну давайте так нормально я все-таки очень неплохие бонусы за все эти получаю ну за счастье да убило катапульту смотрите тут уже от безысходности лучники пошли о каких войсках мучеем говорит о барбалете когда они уже эту фигню пофиксят о буря уфиник о смотрите какая так а можно мы поближе подойдем о река иордан где-то тут иисус христос точнее иоанн креститель будет иисуса христа крестить точнее уже крестил 900 лет назад ну высадимся наверно свинюшек обработаем еще катапульта куплю клетку клян следующим ходом сядет тогда и будем копать ну тут бедные лучники сейчас будут умирать очень шустро очень шустро по силе армии скифов опережая интересно не будет ли финикия с ацтеками воевать вот тут на миникарте есть такой человек закрыта карта на самом деле она открыта просто белая плямба пустыни абсолютно дурацкая ну погодит обрушение лошадей тут разграбил наверно у скифов все таки поменьше прирост Интересно, а она что-нибудь хочет дать мне за мир? Заключить мир Ага, она хочет, чтобы я ей 23 платил А она не хочет какой-нибудь планеты? Она ничего давать не хочет Лошадей у нее 5 всего лишь То есть что-то она может апнуть, но строить... А, кстати, мне вот еще интересно было посмотреть Это я аппл А если я построить хочу, что будет? 4 единицы Значит, смотрите, для апгрейда требуется больше, чем для постройки Вот в чем отличие А, нет, требуется 10 железа Нет Нет, вот зря они это сделают Ну почему? Это еще 4 просто Мне не хватает 4 То есть для постройки требуется 10 железа А 5 То есть нас вообще вот утыкают в эти апгрейды юнитов Потому что При апгрейде Ты будешь тратить только половину железа То есть 5 железа Используя вот эту карточку То есть эта карточка вообще Она вот, наверное, всегда будет просто стоять А при постройке ты будешь использовать 100% ресурса То есть 10 И у тебя нет никакой карточки Нет, подождите Стоп Нет, карточки все-таки есть Нет, нету То есть тут не написано ничего, что вы тратите 50% ресурсов Только про производство Если есть какие-то карточки на ресурсы То тогда да Но Понимаете Это не была бы проблемой Если бы тут не было вот этого ограничения на 25 А так как оно есть То вы, получается, можете строить Вот я могу строить только 2 юнита за раз и все Пока там восстановится А так я построил юниты Потом их апну И у меня сразу куча хороших юнитов Да, ну Мне кажется То есть Ситуацию, что вам надо апгрейдить юниты Еще более усугубили Вот так вот Вот так вот Ну Серьезно Ну я думаю Они будут опять катапульту, конечно, обстреливать Но вряд ли Это им как-то поможет Все стоит здесь Сходило бы куда развеялось, что ли Сейчас еще хочу этих лошадей разграбить Так, так, так Ну что Никакого производства, да? Не хочу я тут строить пока На этих лугах Фермы Эти Не, кофе еще эти обработают Куда его? Овцы обработанные Ну пойдем Лобком этим займемся Ну наверное хватит тут уже катапульты строить Давайте Знаете Шпионы 5 ходов Ладно, давайте Воинов Они будут апаться у меня в янычар Вот опять Янычары у Турок Получается Требуют Чтобы житель умирал в городе А если я апну просто То есть Екатерин не умирает То есть Тас опять подводит к тому, что надо Строить именно Юниты Начальные А потом их апгрейдить Блин, я боюсь, что этот рыцарь умрет Может Может это и к лучшему Я как бы отвлеку от катапульты Которая наконец-то Хорошенько поработает По покровке Подарок? Серьезно? Ну Спасибо А че А че это началось? А почему это подарок? Нифига себе Ну А на катапульте Сразу два Вот сразу два построилось в покровке Как Как можно вообще Эту долбаную скифию взять? Ну Серьезно Ну Почему ее не банят? Это просто Приндец Где там Этот дегенерат Македонский Катапульта Катапульта Второго уровня Прокаченная Сразу два появилось Сразу А где там У тебя лошади Еще Еще лошади Вот еще лошади Правда Почему-то Ферма построена Вместо пастбища Тяжело идет Покровка Ваншот Зато Ну Тут у меня уже Арбалет Прокачан Неудивительно Продолжение следует Продолжение следует Золотишко подняли С караванов Сразу в покровке Два структуры Долго буду этим возмущаться Так Сюда Лян приехала Давайте Покупать Строителя Сколько ходов еще осталось? Два Рыбку Обработаем Так Эти ребята Кофе Этот не железо Этот Так Ну тут на Клопок Пришел Даже не знаю Все в таких лугах Дурацких Вот эти холмы Видимо надо покупать Обрабатывать Только тут зарядов Два А этим что? Это обрабатывать что ли? Может Может мне надо было таран Использовать? Просто рыцарями Атаковать город Полную уродность Сеном при атаке Используется Тогда И вообще Осадную башню Сейчас Одну башню Построю То я Решил воспользоваться Способностью Турков И Как-то Это делаю По-дурацки В бурсе Давайте уже Компуса Строю Такой вообще без науки Сижу Ну точнее сейчас Наука Ну закончится героический век И все И будет трындец О Уникальное наше здание Наверное Когда мы в темный век Упадем Тогда и можно Уникальные здания Янычар Каперов Вот моих Строить Так что тут с кампусом Плюс два здесь Ну давайте Наверное Построим Ну что убьют Мне этого рыцаря Еще Тут я уже Расфигачил Всю армию Скифом Блин И появлялись Простите Вон там Афа Потерял разведчика Ну честно говоря Поинтереснее Стал действовать Компьютер Поинтереснее Так что тут Новое Плюс сто процентов К производству При строительстве Зданий В этом районе Ага И наоборот В этом районе Нельзя строить здания Соглашение О городском строительстве Либо договор О контроле Над границами Новые районы Построенные этим игроком Осуществляют Культурный захват Территория Этого игрока Не расширяется Под влиянием Культуры Хм Интересно Ну давайте Плюс сто процентов К коммерческому району Ну потому что у меня там базары мои Типа чтобы быстрее строилось А тут Ну мои Я хочу Чтобы мои районы Культурный захват Ну Фэн даже интересно Наверное не пройдет Ни то ни другое Мне кажется Хм Подать Из-за как это в сетевой игре Будет происходить То есть между ходами Вот так будет делаться Нет Принято В центре коммерции И Мои районы Осуществляют Культурную захват Я так и не понял За счет чего Это так происходит Так Новое правительство Подождите Я не хочу Сейчас новое правительство Я тогда Получу Очки И выйду В нормальный век Да Ну нафиг Давайте пока Отложим На один ход Да На один ход Пока надо Отложить Мне бы что-нибудь Тогда два хода Пооткрывать Что ли От теологии Один ход Божественное право К юнитам Кавалерии Плюс 50 Ну давайте Рыцарство Откроем Или я могу Еще коляски Строить Я не думаю Правда Сейчас возможно Коляски Строить А Возможно Ну Я не знаю Почему Вот почему Это не убирает Почему я могу Открыв Рыцарей Все равно Строить коляски Потому что Типа у меня Железа нету Да Да мне нету Смысл Открывать Эту карточку Лучше Оставлять Карточку На Рыцарство Колясок Которые Потом С помощью Карточки Апать В рыцаря Ну Это все Странно Это все Странно Может все Все таки Да Давайте Обработаем Откуда У меня Здесь Мечник Блин Я его тут Строил Зачем Открываем Так Написано Плюс Плюс Два Производства И плюс Два Железа Вход Вот Пожалуйста Покажем Ой Нет Я хотел Окружаем Город По саду Берем Так Ну Сколько У тебя Лошадей Интересно Равно 5 Да Значит Ты с радостью На этом Согласишься А город Ты не хочешь Не отдавать Нет Не хотит Но уже С радостью Соглашается Просто На мир О Дамбы Смотрите Он тут Построил Дамбу Благодаря Которому Потоки Были Прикольно Так А давайте Я лучше Торговца Куплю А не Строить Буду Какие У нас Доступны Пути Вообще А вот За счет Чего Стамбул Так Хорошо Развивается 16-22 Конья Акку Эдерне Акку Ну вот Конья Акку Здесь Что-нибудь Другое Посмотрите Шпион Шпион Надо Торговца Купим Веру Даю Гамни Вера Если Я Останусь Плюс 5 Против Поврежденных Плюс 7 Дальнобойных Атак Ну не Должны Убить Боюсь Боюсь Отсюда Остановиться Это Вот Эта Тварь Меня Проатакует Тогда Отлично Вот И Покровка В Осаде Наконец То Встанем На Дороге Так Обработана Кофе Ну что Куда Дальше Что Нам Тут Еще Железо Обработано Ну надо Здесь Вот Эти Холмы Пустынные Видимо Последнее Что Более Менее Вменяем Я Не Хочу Вот Эти Луга Ну просто Не Хочу Вот Тут Можно Вот Эту Троечку Еще Как Бы Обработать Нормальный Небе Будет Давать А А Я Я Понял Зачем Я Я Этих На Яны Чар Тут Конечно Немножко Дебильно Ты Строишь Воина Как Только Те Начинает Хватать Железо Он Перес Переделывается В Мече Как Я Так Понимаю И Мой Темный Век Накроется Медным Тазом Кстати Вот Эти Две Клетки Видите После Наводнения Постоянно Дают Три Еды Надо Омар Постой Ну Что Платит Мне Катапульт Уже Промышленной Зоной Займемся Ну Хоть Какой-то Промышленность Появляться Стала В Каком-то Виде Чако Выносит Предупреждение За Помеху Цели Рога Грудь Это Тоже Как Из Пятой Цивы Ну Блин Ну Как Вот Они Достали Только Катапульт Мучают Ну Что Вы Делаете Сволочи В Героическом Веке Ацтек Каждый Район Каждый Открыт Я уже Много Континент Давайте Вот Каждый Торговый Путь О Сразу 34 Науки А Было Почти Под 100 Я Сейчас Явно Отстану 369 Мощи Ну Хоть Скифов Продавлю Наконец-то Не понял А почему Раненые Тут Стоит Уже Раненая Катапульта С чего Бы Блин Может Атаковать Уже Эту Покровку Блин Так Уже Достало Все Я следующим ходом ее беру Ой Боже Может Игра И Солуху Атаковать Темный Век Заключился Так Из Коньи В Апку Морские Все Ресурсы Но вон еще Янтарь Можно будет Обработать Но это Не сейчас Стал Ну давайте Выглядывайте Кого Я еще не встретил Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Еще шестерые Шестеро Где-то Анкар Карват И Собор Святой Софии Очень Тяжело Идет Захват Конечно Скифов Нет Теперь В Героические Опять Уйти Как Это Провернуть Я думаю Сейчас Я получу Тут очки Пять очков За захват Столицы В Канаде Теократии Знаменитые Канадские Теократы Империум Туи Латте Да Я в курсе Что Ничего Так Убили Катапульту Там Обстреливают Катапульт Вообще Не удивлен Пикинер Появился Все Этот Город Будет Захвачен Столица Столица Скифа Впала Барбар 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 Это Про то Что У меня Науки Мало Я Понимаю За то Что У меня Город С 10 Жители 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 Покровка Захвачена Столица Другой А я же Не теряю Жителей Здесь Кстати И Кстати Этот город Сразу За счет Мои способности Получает Плюс Одно Счастье И Плюс Четыре Лояльности Вот Так Вот Ну Пойдем Наверное Толстой Заниматься Хорошо Сразу И не Отваливается Даже Обалдеть В центре Городов Скифов Они Отваливаются Если тут Петра Построится В Анкаре Очень Очень Крутой Город Получится Блин Я Открыл Актеологию Давайте Откроем Хочу Принять Следующую Одноплодородная Почва Вот еще Три Еды Ремонтируем Пекинер Попрется Таранчик Едет У меня тут Тоже Есть Чем Подъехать Рынок Одной Осадной Башни Достаточно Приятственные Такие Поля Еще Еще Можно Здесь И Здесь Будет Сделать А вообще Они так будут Друг на друга Офигительно Влиять Холмы Вот за каждый редкий рисунок это куча золота может быть сколько места надо 10 а потом они посадил поляков цвет стал как у голландцев здесь такой у голландцев сейчас цвет кстати когда разработчики показывали стримы то вот это был цвет польши а то есть вот такой вот был розовый цвет у польши как раз было вот такого вот цвета так оружейную надо построить этим пока порох отложим фотографию здесь оружейная 390 наверно купил на самом деле казармы и янычарами уже там чей-то еще мне дают чуть не стали подарки дарить тут он избежал поимки в стамбуле камешпиона посадил мнение не скифия извини четверг грузины оскорбляют кинге ситуация контроля сейчас действует крутой кампус так берем торговую республику видите вот плюс 2 что я поэтому не хотел сразу брать так центр бонуса центра коммерции гавани можно убирать стоимость апгрейда пускай будет ставим еще первый посол плюс 2 влияния здесь поставим бонусы соседства кампуса памяти культуру и наук вот торговых людей десятную это мало все равно серьезно зона контроля лес сюда это защищать ну нету уже арли я понимаю 300 уже в два раза меньше чем у меня то есть буквально какие-то остатки думаю мне подставляться под это дело он не подставляться и и и тяжелый кавалерии и анти кавалерийских вот это можно взять я знаю что без без башни а такую не могу я пока башню использовать рыцарь рыцарь вовремя вылечился а а таки влияет лояльность покровку минус четыре пошло это из-за того что я в темном веке а а скифы в каком и скифы в темном что за фигня мы можем в принципе сюда посадить почему нет мы выполнили задание антона на риву и откада делаем шахты в надежде что петра все таки нам достанется ну хорошее будет петра в анкаре мы еще от трапзона передадим побольше клеток вот этих например у нас будущие яны чары промышленная площадь и кампус давайте кампус построим блин тут у него тут скаутов везде так мали как насчет прохода я хочу зулуса найти или то что от него осталось хотя как там александр воюет со скифами что я не могу пройти а могу и в бурсе разведывательное управление или библиотеку блять потом разведывательную проблему так на торговую эту я поменял тут просвещение блин надо было наверное еще эту поставить олигархическое наследие и последний героизм плюс 9 имел бы сразу так давайте что-нибудь откроем по-быстрому нет ничего по-быстрому нельзя ну гуманизм 3 хода откроем по-быстрому ну и на этом завершу серию напоминаю писать в комментариях что вы хотите увидеть в этом дополнение что вам интересно что я вам показывал ну продолжение думаю будет довольно скоро спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока